даже слово душ написано не знаю работает или нет доброе утро всем 10 января кафе он точно не работает форсунки продолжают течь простуду лечим насморк я не знаю почему на не работает стоит сколько машин стоит довольно таки большая площадка много машин почему кафе не работает вроде тамбола рядом со мной до стоял минут пять он выезжал попуксовал возьмем эту щеточку номер протрем датчик расстояние парах тут что-то намерзло вот лет ледовские фары светят просто шикардос но вот это вот небольшой минус я согласен бороться с этим минусом зато какой у меня свет когда я еду метровый слой налет все все остальное чистить не буду щетки обидишь если отобьются все намерзшие вообще хорошо так намерзло в основном народ еще спит воскресенье это у нас сегодня выгрузка часа через полтора поедем где-то в по 8 запланирован выезд так пошли обойдем традиционный обход колесики посмотреть все цело ничего не спущено чтобы было все хорошо хорошо когда все хорошо тут фух будем пробовать мы трогаться чуть-чуть натяжку вот видите пробовать блокировку включить давайте все я попробую заднюю раз мы раскачаем ведь она протопила это все делов-то когда становишься резина горячая и соответственно протапливает под собой ямку вытапливает и все это нормальное явление с утреца буксануть зимой в минус 1 за бортом у нас 10 января первая декада одну одну декаду есть тут конечно на эту стоянку такой подгулявший одну декаду 2021 года мы отработали в принципе довольно в плотном таком режиме тву 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 не стоим и это радует я думаю пацаны немножко придержат но маленьких потому что остановлюсь буду тут опять как подъемчик буксовать сегодня в общем та же задача такая фара забыл включить довольно плотная у нас 138 до выгрузки без 28 кстати ведь и вот что значит уже время час как увеличивается ой час месяц уже вот без 28 а уже светает если честно да вот только что ради стоянки сюда стоит ехать если допустим запланировал переночевать если не планировать ночевать я здесь больше не поеду этой стороной здесь дорога побитая пускать там на 10 километров дальше северным объездом но там ехать намного приятнее чем тут там дорога новенькая только катись это так для себя вывод сделал вот мы отвлеклись от темы короче сейчас нам нужно 10 по идее на действий у нас запланирована разгрузка и сегодня же на вечер у нас запланирована загрузка но не в липецке к этой деревне там что-то кентров 70 от липецк вообще еще не смотрел к заявку получил вот каким-то комбикормом будем грузиться на подмосковье две разгрузки там рядом вроде бы как они вот хорошо что сегодня же и как раз эту сторону пойдем ну в общем то мы и брали то потому что нам надо на москву отчеты там поздавать туда-сюда и солнечногорске у нас погрузка на вторник вроде как и на понедельник можно но на понедельник мы конечно вряд ли успеем мы будем смотреть вот поэтому сегодня денек опять планируется такой слегка напряженный ну ничего лучше напряженно работать чем не напряженно спать стоять первый раз тут проехал должен говорю что больше только в случае необходимости если допустим надо на стоянку так-то как бы площадка большая ну и то эти стоянка без кафе не работает еще не работает поэтому если есть возможность конечно можно проходить с той стороной там вышел на объездную там два поворота таких крутоватых и потом валишь и валишь мне там побольше понравилось в плане того что вот ехать здесь дорога побитая подгулявшая такая какая-то вся сейчас вот куда-то налево и там по очередь 5 километров выходим на дорогу волгоград на шестерку а город москва вроде бы немножко чуть-чуть сторону москвы и после этого уйдем на липецк так как тут развязка какая-то хитрая как ехать вот так ну погнали по этой дороге тамбов обходить хорошо когда с воронежа идешь я вот как-то шел со воронежа так я вот поехал по тому объезду я просто этот объезд не знал а так вот если прямо ехать сюда вот по прямой ты воронеж попадаешь будем знать теперь просто если в сторону липецка то пускай там может быть немножко дальше но дорога лучше ну а в сторону воронеж однозначно надо этой стороной обходить целых девять десятых километра м6 давно не были давно со цепана все мокро все хорошо вот тут вот с правой стороны тоже какая-то стоянка есть в смысле какая-то даже ночевал как-то на ней но я не рискнул сюда ехать во первых поздно уже было а во вторых думаю это мало ли забита будет потому что ну я не стал бы что она такая уж очень большая а находится на именно самой шестерки и ну тут площадка то приличная но в общем то мог в общем могло быть не быть места поэтому нормально чисто переночевать если нужен никакой сервис там кафе душ муж там все остальное прочее то там можно ночевать тем более там дорожная сеть все как у нас тут магнитовский рц поживает все как всегда там боски филиал все как всегда мне даже интересно представить просто было бы интересно сумму узнать сколько магнита машин это вот видите людей не пускают тоже да по времени надо прибыть там туда-сюда и вот все народу так вот на обочине стоит ждут у вас такой рц сделайте площадку запускайте людей всем до фонаря вот стойте как собаки на улице липецк направо вот прямо куда коллега поехал это вот оттуда бы мы вылезли если бы северной стороной тамбов обходили туда на пензу дело в том что вот строят и всем потом пофигу центр структура что сюда люди приезжают стоят сутками стоят никого взяла нету мы построили а дальше ваши проблемы рос не столько тут наживается вот таки там тут а сюда может за стоянку даже берут неправильно все это неправильно так два с половиной километра в сторону москвы и налево на липецк и полетели осмотрится у нас распогашивается лепота снег перестал солнышко он проглядывается минус 3 уже стало я только не видел заехал я в липецк область уже или не заехали по моему на вот 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 должна быть судя потому что это черночка то черная полоса какая-то вернее пардон не полоса полоска наверное пересечении областей сейчас будет так-то хорошо маленькая сзади давайте покажем что можно обгонять после этой пошел страус работаем работаем давай второй прицепом паровозиком красавцы давайте удачки мне еще пересечения областей точно не было так то скользковатенько конечно суза вот как глянешь на неё как-то поблескивает слегка нормально 80 летим так без фанатизма мету только что недавно голова обгоняла тягач тамбовский но я там 82 83 думает 90 как стоячего тягачом по такой дороге представляется дай бог чтобы конечно нигде его тут не найти в кувейте но я бы тягачом по такой дороге 90 не рискнул выехать чисто из таких соображений безопасности тягач вообще не прижимается задняя войска без прицепа на дороге скользко маша и все рисуешь и рисуешь где граница в общем то мне так 33 километра осталось как вот уже мы почти в липецке время 9 как раз вот пока доехать шмотки рабочие достать или одеваться потому что переодеваться надо по-любому идти нашу эту паутину разматывать который мы там плели больше я в прицеп не лазил звукопотения не было этих станков ну и бог с ним не надо мешать машине работать вот у нас наверно граница да а липецкая губерния вот видите вот тамбовская а вон граница липецкая липецкая все отсыпанное уже тамбовская вот эта часть не отсыпанная вот липецкая вот пожалуйста липецкая область все вся посыпана здрасте мы на подлете к липецку на подлете к липецке дорожники трудятся молодцы те же минус 3 хорошо погодка как раз выгрузки соответствует липец 1730 год оказывается молодой город по меркам бытия так сказать у нас тут выгружаться практически вот здесь вот просто дороги недалеко совсем не надо никуда съезжать и нарезать какие-то безумные сейчас по объездной в общем 7 километров вот отсюда мне еще показывают река воронеж здесь протекает уже было в липецке река липецк липецкий воронеж с правой стороны что здесь полицай полицай там ехали говорили нет никого приехал на службу заступил сменился наверное внутренне заступила смена когда мы тут были в последний раз в Липецке но мне что-то понятно совсем недавно тут уже тут прописался со своим металлоломом а я что-то не помню когда я тут был что-то ж грузил а на стройку здесь грузился по-моему в Москве какую-то фигню но это давно было а что там пропуск был там кат сейчас нет сказал нечего вам днем по МКАДу ездить ночью ездите а если серьезно то он реально не нужен пока во всяком случае что тут мы за предприятие интересно на этот же я даже не смотрел кто у меня получатель вообще не звонил никому сейчас только 25 минут сейчас приедем решать вопросы последний выходной получается 10 завтра 11 уже все официально все на работу большие праздники закончились вот мы все-таки правильно я думаю сделали что в зале этот рейс на Кагалым мы не стояли в общем-то в принципе с учетом этого фракта который мы сегодня заберем до Москвы мы так это даже довольно-таки неплохо вернулись с востока с севера готовьтесь через 800 метров держаться правее довольно-таки неплохо вот 600 метров съезжаем на надо поворачивать плавно явно поворот будет скользкий через 100 метров держитесь поэтому заходим аккуратненько готовьтесь через 500 метров ехать на дорогу с круговым движением а затем с едти используем второй съезд затем поверните налево нынче с таким покрытием лучше потихоньку через 300 метров ехать на дорогу с круговым движением а затем с едти используя второй съезд унисон поют значит правильно еду лепецк цель на дорогу с другом поверните налево через 100 метров ехать на дорогу с другого движения а затем использую второй съезд затем поверните налево используйте второй съезд затем поверните налево лепецк цемент лепецк цемент нам не надо поверните налево готовь через 800 метров через 900 метров на фотку хотя бы глянусь указано куда присылали данные площадка там есть перед выгрузкой здание двухэтажное ворота с правой стороны должны но он через 300 метров даже дашка знает о чем-то говорит автобус на кольцо какой-то вон это здание ему какая-то машина стоит чтобы не получилось так чтобы эта машина тоже куда сейчас такой об сюрприз выгружаемся там и завтра вытыпку теплыми на язык вот нам вот сюда да где эта машинка и стоит да 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 нам куда-то вот сюда 66 сверховский сто процентов это оттуда приехал что я туда правда к нему туда не хочу залазить правее сейчас мы у него спросим на следующем повороте поверните направо затем в конечный пункт подъехать но нам вот сюда вот в эти вот ворота вот это двухэтажное здание я спросил я спросил на следующем повороте поверните направо затем прибудите в конечный пункт подъехать сигнал на автобус на автобус я смотрю в кабинет девчонка что-то думаю что порчится как аликан водитель молодая ряды ряды автобусная станция короче заруливаем отлично все сейчас пока тут переодеваемся пойдем ремни развязывать а чё как туда задом или как нет туда кран будет становишься пока можешь это короче я вот так стану а там потом придут как да он уйдет на его место все добро а там вон еще один стоит уже под эту вот еще машинка ждет выгрузки ну получается уже ночует здесь коллега ну нормально становимся тогда пойдем расчехлимся развяжемся и мы будем ждать в общем он тоже ждет выгрузки сначала его выгрузят потом нас все хорошо тогда все доехало известно что видите сколько мусора здесь все придется где-то тут выметать сейчас вот этот ремень у нас чего почему валяется и он наверно его резануло походу может быть может быть вот так все остальные вроде все на месте как струна как струна теперь решил воркнуться и тут все на месте хорошо развязываем ну что делать потом все это дело выметим скорее всего что мы щиты будем все равно скидывать потому что грузить нам контейнер и поэтому может не стать могут мешать посмотрим выгрузимся потом выметим все все целехонько коллега тоже ждет вот-вот должны приехать пошли развяжемся до конца и будем ждать еще коллегу уже выгружают вон такое же железо как и у меня мы тут от блюд занимаемся в общем оно пооттаривало ну да где-то по пол канистры вот залил ну вон пол канистры там еще видите замерзшая да и хрен с ним сейчас возьмем следующую со следующей нацедим пускай это здесь дальше оттаивает хотя вроде тут тоже опять морозы какие-то в московском регионе обещают в общем ну ну с каждой по чуть-чуть сейчас нацедим вот вот болтается жидкая со всех по чуть-чуть сейчас бачок нацедим пускай дальше тает а там потом завтра запад пойдем в любом случае растает все за час коллегу выкинули поехали мы теперь фигурное вождение задним ходом будем пробовать под кран под кран все а а а а а а О, первый пошел, мелочь выкинули, вот 4 таких подъема. Ну, 2, наверное, сам достанет, а 2 нужно будет выезжать. Сказали тут парня, да, на восстановление привезли. Все, говорит, тут в принципе-то, говорит, ничего особо сложного. Ничего особо сложного, говорит, нет, восстановят они тут все это дело. Ну, дай бог. Займемся пока зеркала, попроцираем, красоту навезем. Отъехали, второй достают. Эти, коллега, сколько сгреб мусора. А я вот мусорку вижу. Я потом туда сейчас дам вперед, все вымету, в конец мету. Потом сюда вот аккуратненько к мусорке, к крану едет, затолкаю. Вот она. И прямо на мусорку все вымету. И все. Весь свой мусор, который там у меня. Оттуда он по прямой. Встану, там крышу соберу, ремни. В общем, наведем порядок. И все тогда. 20 минут первого. Все. Коллега с Вольвы взял прямо нам на дорогу мусор вытряхнул. Ну, ругались тут на него. И красиво. Ой, смотрите. Масштабы трагедии. Примерно вот как-то так. Грязно у нас здесь. Ну ничего. Сейчас сделаем чисто. Идем, берем шансовый инструмент, называемый. Метелка, щетка. Погнали. Сейчас вот как раз нам вроде как навалом грузиться. Этим. Мешки комбикормом. Ну все. И вот наши щиты и пригодятся. Эти стоят. Иди сюда поставлю. И все. И пожалуйста грузите. Посмотрим. Может контейнеры со щитами вот гоним. Надо знать ширину контейнера. Все. Доки отметили. Все. Сейчас выметаемся. И пацаны вон паркуют мою последнюю железяку. Выметаемся. И будем двигать. Ну вот. Так намного лучше, правда. Сейчас время не ушел. На это все. Смотрите, сколько намел. Целая куча. Снег, грязь. Тут все на свете. В общем, прямо сюда вот подогнал. Выкинем эту мусорку. Выметим. И все. Фух. Устала Ава. Маленько. 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 Маленько.